Всем привет, друзья! С вами Закупач, и это обзор на акцию, полный обзор вырасти с лентой 2! О, звездой которой акции стал Малыш Грут, но это не Малыш Грут, это такой подросток Грут. Очень прикольная коллекция, очень много мерча Marvel. В этом обзоре также еще будет обзор на сопутствующие товары. Вот это у нас набор значков, вот, Стражи Галактиков. Я снимал в магазине, так что в магазине вы сейчас кадры увидите, все, что там есть. Всем привет, друзья, это Закупач, а мы с вами в ленте, и тут стартовала новая акция вырасти с лентой 2. Опа, видите, это Малыш Грут. Так, с 5 по 25 мая будет, вот, с 5 апреля по 25 мая. Ну, у нас, получается, есть больше месяца, чтобы все собрать. Сейчас мы это сделаем. Итак, вот такой набор значков Marvel, страна-производитель Российской Федерации, то есть это значки не на магнитах, ничего, это обычные значки, видите, которые застегиваются. То есть на этой. Я просто коллекционирую значки, я их уберу прям так себе в коллекцию, видите, это на застежке. То есть тут застежка, хопа. Здесь у нас ракета, еноты, ракеты, и смотрите, какой страшный Грут. Звездный Лорд и Малыш Грут именно такой же, как и в акции Мини Лента 2. То есть какая Мини Лента? Вырасти с лентой, ой. Блин, я просто соскучился по акции Мини Лента. Хочу, чтобы Мини Лента тоже вернулась. Так, что еще? Также там ножи есть в магазине, я это тоже там подснимал. Так, интересно, на ножи акция закончилась? Не, по-моему, еще есть. Да, можно собирать фишки и вот такие ножи себе заполучить. Ножи вообще офигенные. Жалко, у меня нету наклеек на них. Я бы купил себе, если были наклейки. Если вы брали такие ножи, напишите, как вам. О, смотрите, как тут. 85% скидка. Тем более Vivo, это фирма вообще четкая. Получай фишки и ножи крутые. Но нам, кстати, у нас ножей дома много, и мы бы хотели себе взять вот такие формочки для запекания. Но пока что ничего не купили. Если вы что-то купили из этой акции, напишите, что вам больше всего понравилось. Вот, может быть, топорик? А, топорика нету. Ножницы, вот, кстати, это очень полезная вещь в хозяйстве. О, смотрите, 8 наклейок клеишь и получаешь скидку. Класс. Я нашел Грута, он в ленте был. Далее у нас сегодня будет в обзоре. Но это Валюша купила отдельно. Это чтобы мы отдельно еще посадили семена. Потому что у нас очень много семян. Сейчас мы их будем открывать. Смотрите, у меня вот такой целый мешок. Дом и дача рассадник. Но это мы уже будем снимать, когда достанем все наши семена. Валюша уговорила меня взять еще за 159 рублей вот такой наборчик. Да. Чтобы дополнительно еще посадить. Дом и дача рассадник. То есть мы наши мини-ленту 2 будем еще в такую рассаду сажать. Да. Мы ее посадим в теплицу, в панно и вот сюда. Здесь стаканчики расставляешь, они стоят. А сейчас они очень удобны. Вот так, что куда-то, если не хотите большими лотками. А если какой-то туалет внизу? Это туалет, да? Нет, это ведро. Ведро для бабушки? Ведро для. Такие еще по пять штук продают веборы. Ну, это обычные, да. Самые такие, самые простые. Ну, и вот как это все для жилых. Ну, это вообще блатная. А, это прям вот, прям воткнул, да. Можно купить за 400 рублей мешок лука и проращивать. Вот прикольно. Да? То есть, если вы захотите посадить куда-то отдельно мини-ленту, то есть вот эту, вырасти с лентой 2, если отдельно захотите посадить, то тут есть много всего такого. Вон, горшочки, торфяные, все для рассады, леечки. Полным-полно всего. У нас в обзоре есть пижама для девочек. Вот такая. Это майка для мужчин. Это мужская, 54-го размера. Мне нужно еще чуть-чуть подхудеть, и я буду ее носить. Но я все равно ее померяю. И вот такой худи, где, видите, Тони Старк, железный человек, наполовину такой черно-белый, нуарный. Выглядит очень круто. Она даже такой мягенькая, знаете, я аж через пакет чувствую. Так, еще есть топ для девочек. Но топ для девочек я на камеру мерить не буду. Давайте я вам его сразу покажу. Так, 92% хлопок, 8% ластан, Россия. А, торговый дом Оптимус. Так. Это, получается, делается в России. Да, да. Все делается в России. По этическим соображениям свою дочку я не буду в топике показывать. Так что, вот просто смотрите, вот такой белый. Вау! Вау, ну выглядит круто. Тут такая резинка. Швы ровные, все четко. Вот, ссылка на акцию будет в описании. Там можете посмотреть все-все-все сопутствующие товары, которые есть. Стирать при 30 градусах, гладить при 100 градусах. Вот. Так, еще. Я померю. Ты померишь? Ну, на, сама померяй. Пускай Милана там померит сама. А мы в Ленте еще решили прибарахлиться. Милана померила. 600 рублей, да, ботинки? Так они 1100, пока в Ленте все. Да вообще офигенно. Возьмем обязательно. Тем более, смотрите, у них будет с Валей стиль похожий. Да, у Вали, правда, другие. Да. Неофигенные. Берем. Так, а это у нас акционные товары, да? Вот они. Это, получается, толстовка 1700. Это что такое? Джемпер 1300 и еще один джемпер 1700. И тут еще есть всякие маечки. Так, пижама женская. 1300 со всякими железными человеками в ретро-стиле. Я хочу пижам. Ну, мы тебя сейчас купим что-нибудь, на. Так, тут еще что? Как это худи и так далее. Ага, и здесь грудь спрятался. Вот оно. В игрушечках. А это для маленьких. То есть там одежда для взрослых, Витя. А это одежда для детей. По 380 рублей. Майчики. Такие веселые. Есть наклейки, значки, труселя. Даже есть топ для девочек. Такой геройский. И вот какие майки. Тысяча рублей. Это что такое? Это пижама. А, это пижама для мальчиков. Вот даже есть ботинки в стиле ленты, да? А 800 рублей, знаете, как весело. Лента. Подарите мне такие ботинки. Я хочу весь одеться в ленту. Чтобы все меня видели издалека. Ну и самое интересное, это безусловно, где мы будем выращивать нашу, вырасти с лентой 2. Наши мини-растения. В этот раз к теплице, теплица вон там лежит, есть еще и панно. Вот это очень круто. То есть вы можете на свету, куда-нибудь себе на стену, это дело прикрутить. И все, и у вас будет вот такой горшок, видите, красивый, он стильный. И стоит вот за такую вещь недорого. Здесь даже символ ленты. Я всем советую брать именно панно, потому что, ну, вот если вы будете выращивать с детьми, то они будут сразу видеть эффект. Здесь даже корневая система, видите, просвечивается. То есть, возможно, если корень будет длинный, будет все видно. А вот теплица для новой коллекции. Теплица стоит 400 рублей, есть еще и панно. То есть, можно взять панно. Панно стоит сколько? Настенное панно 400 рублей, то есть это на стенку вот так повесили, у вас будет висеть. И теплица тоже 400 рублей. Так, ну, теплицу я беру. Так, надо брать из серединки, чтобы это срок годности был больше. Шутка. О, красота. Так, ну и, разумеется, теплица. Ну, давайте мы теплицу распакуем и панно в конце. Давайте начнем с распаковки семян. Вау! Ребята, Милане идеально подошел этот топик. Смотри, как же нельзя показать. Да, жаль, что нельзя показать. Очень здорово. Очень здорово, да. Топик крутой. Да. Да, я вижу. Вообще офигенный. Так и здесь чуть-чуть, они небольшие. А, в лямках? Да. Лямки большие. Но зато лямки широкие. Да, зато не будет измать. Да. Давайте теперь открывать. И сейчас мы будем по традиции смотреть, будет ли много у нас повторений. Как обычно, есть конкурс, если вы найдете подсолнух. Мини-семена подсолнуха. Он очень редкий. Надеюсь, мы его сегодня найдем. А что, правда вырастить? Да. Ну, мы же выращивали. Кстати, у нас все выросло в том году. Или когда это было? Два года назад акция, я не помню. У нас на балконе стояли. Помните, они даже большие выросли. Реально эту рассаду можно было перенести в огород. Друзья сказали, чтобы мы привозили на дачу. Да, друзья сказали, еще, конечно же, эти растения, они больше похожи на микрозелень. То есть, ну, как верхушка пышная, а низ маленький. Но мне писали подписчики, которые реально вырастили морковку. То есть, они реально посадили у себя на огород морковку, и она выросла. То есть, как бы, я не знаю, вроде как это и микрозелень, но она реально может вырасти во что-то большое. Так, ладно. Вот такой у нас пакетик картонный. Опять же, подсмотреть здесь ничего нельзя, да, Милан? Это я хочу тебе сказать, что почему грудь выбрали? Потому что стоим, типа, как растения тоже. Производство Тверская область. То есть, семена все эти сделаны в России. Все четенько. Открываем. Вау, ты посмотри, какой стиль. Здесь нарисовано правило посадки. То есть, подготовьте емкость с почвой. Отверните стик семена и его в землю, в плотной почве. Полейте водой почву основания стика 2 столовые ложки. Уход. Ага. Еженерно поливайте растения. Так, потом нужно пересадить. Да, все то же самое. И нам выпадает кориандр. Кориандр. Это витаминная бомба, использовалась для лечения. Вау. Ничего себе. Посмотрите, вот так выглядят кориандры семена. Что, у тебя есть кориандр? А, у нас есть это. Помните. И старые акции, да? Да. Мы их храним до сих пор. Кстати, можно будет посадить. Так, нам выпадает кориандр. В квадатрами стиль. Вот, вот, да. У нас все хранится. Мы как раз думали в этом году заселить себе огород. Это первая часть. Держите. Так, давайте вторую. Кориандр у нас есть. Я не помню, сколько. В конце видео я покажу вам сайт акции. Там мы посмотрим, сколько чего есть. Брюссельская капуста. Во. Вот так выглядят семена брюссельской капусты. Видите? Во. Круто. Я привезла воду. Белые и даже полосатые ботаники утверждают, что баклажан ягода. Но в кулинарии он всегда главный герой овощных блюд. Так что здесь еще интересно прочитать про каждый овощ. То есть, ну, как бы, для познавательной, такая, познавательная акция. Хоть бы. Я вообще считаю, что вот это вырастить с лентой 2, она, конечно, ну, стоит, как бы... Мы были в гипермаркете, у нас гипермаркет готов полностью. Там все есть. Но в гипермаркете надо на большую сумму сделать покупки, чтобы получить один пакетик бесплатно или покупать товар-спонсор. Я это покажу в конце видео. По ценам все расскажу вам. Выгоднее, конечно, в мини-ленте покупать. То есть, знаете, маленькие магазины ленты. Вот там повыгоднее. Салат листовой. О, вот это мы любим. Валюша всегда добавляет нам в салаты вот такие. Вот так выглядят семена. Кстати, у нас есть микроскоп. Можем потом в следующий. Если, ребята, вы поставите много лайков, то мы снимем продолжение. Посмотрим на семена под микроскопом. И покажу вам, как растет моя рассада. То есть, сегодня мы ее посадим. А, разумеется, я покажу попозже, что там получилось. Брюссельская капуста. Повторка. Это подсолнух редкий, да? И сейчас подсолнух. А сейчас мини-подсолнух. Ну, он и есть карликовый. Это тоже был. Было просто подсолнух, но карликовый подсолнух. Руккула. Во. Вот так выглядит рукула. Смотрите, какая красивая. К, если убрать. Ага, у Миланы какой-то прикол сейчас. Она говорит, если убрать такую букву, получится другое слово. Да. Это вот в первом классе такие приколы у детей. Нет, я такого в первом классе еще не изучаю. Это я. Так, рукула. Опять повторка. У нас уже две рукулы. И две капусты. Да, и две брюссельские капусты. Баклажан. Это у нас второй баклажан. Я, конечно, выберу посадить всех разных, чтобы в разных этих у нас емкостях разный баклажан. Смотрите, три. 16 растений в коллекции. 16 растений. Валя прочитала, что 16 растений на сайте. Так, смотрим. Нет мукс интересен. Рукула. Уже третья рукула. Пока очень часто есть баклажан. Да, баклажан и рукула. Ну, кстати, баклажан мне очень нравится. Интересно, вырастет ли баклажан, потому что баклажан уже растет, как бы, ну, тяжело. А его, конечно, вырастет только в огород, если пересадить. Салат листовой. Это у нас вторая повторка. Так, далее. Далее у нас горчица салатная. Вот это круто. Вот такая зелень нам пригодится. Видите, используются как раз-таки вершки. Здесь, смотрите, какая она красивая. На мак похоже. Вот так она выглядит. Так, это новенькая. Далее. Она похожа почти на руку. Кориандр. Так, это у нас кориандр. Это вторая повторка. Повторки, повторки идут. Два, четыре, шесть. Салат листовой тоже повторка. А, нет. Его три уже. Далее. Кориандр. Это тоже повторка. Кориандр вон он. Ну, давай, открывай. Давай. Милана захотела открыть. Не, надо по бокам, да. Ага, вот так. Ага. Надрываем. Морковка! О, морковка! Милане новенькое что-то выпало. Милана, у тебя счастливая рука. Ты что, знала, что там? Смотрите, вот такая выглядит морковка. И вот ее семена. Посмотрите, они как на семечки похожи. Такие полосатые. Полосатые семечки. Лучше я буду открывать. Давай вместе. Так. Мне выпадает клевер, а тебе, Милан? Безумно японская. Мизуно японская. Так, смотрите, как выглядит клевер. Клевер, кстати, мы раньше сажали, чтобы коров кормить. Единственное, что клевер свежий, нельзя давать коровам. Из-за этого у нее может вздуться бачка. Но как его использовать в обычной жизни? Клевер растет везде, кроме Антарктиды. И носит туда, что он. А, четырехлистники, типа, можно вырастить. Но есть его, я не знаю, можно ли, ребят, кто знает, можно ли есть клевер. И вот так выглядят его семена. Смотрите, они самые необычные. Они похожи, как будто пшено. Грязное пшено, плохо просеянное. Приколь. Так, это у нас Мизуно японская разновидность салата. Второе название, которое японская капуста. А, японская капуста. Смотрите, какие у нее семена. Вот такие красивые. Выглядит, опять же, хорошечно. Смотри, прям пошло-пошло у нас. Давайте я за вас болею. Без повторок. Милан тоже открывает. Рукола. Рукола у нас уже какая? Пятая, а не четвертая. У Милана морковка выпадает. Вторая. Вторая морковка. И осталось только две. Девять, для семян. А еще осталось, получается, шестнадцать. Брюссельская капуста. Была такая? Да, была. Это у нас третья повторка. Куриандр. Куриандр был вроде? А где он? А вон он, самый первый. Да, кориандр был. И последние две. Хоть бы десять набрали бы раз. Морковка. А мне выпадает мизуно японская снова. Не островом не выпадали. Эх, да. А кто там еще был, ты говоришь? Ой, там мини-покровных, флокс, красивые цветочки. Астронет, ты нас эти показываешь? Так, смотрите, получается, нам выпало из шестнадцати разных, нам выпало разных раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять. То есть, по сути, выпало, но больше половины коллекции. Ну да. Не так-то и плохо. Самые часто встречаемые это кориандр, потом рукола и салат листовой. А самые редкие у нас вышел клевер и горчицы. Да, вот клевер и горчицы, это самые редкие, поэтому если вам выпадет, вам считай повезло. И чуть-чуть морковка. Так, сейчас мы их отсортируем по разным коллекциям, чтобы потом, ну, что мы посадим в теплицу и что мы посадим в панно. Вот так. И что посадим в горшочки. Труселя с ракетой. Мой размерчик, нет? Мой размерчик, нет? Сто восемьдесят семь. Ой, точно маленький. Ну да, очень приятные. Клевые. У меня сделано хорошо. Так и голубые глаза. Здесь вообще, смотрите, огромный выбор всего. Да, вот майки груд есть, смотри. Да. Вот такие майки. Но у нас это, мы сейчас находимся в риалтах. Гипермаркет лента. Еще труселя? Давайте. А, ну, чем-то все хорошо, да? Может даже на меня налезут. Так, вот тут еще есть, смотрите, что. Тут даже есть Лига Справедливости. И Бакс Бани есть, ничего себе. Луни Тюнс. Очень много. Лента прям готова к этому, к сезону летнему. Итак, а я разделил наши семена на две разные стопочки. Одну стопочку мы посадим в панно и в горшочки, которые Валюша купила отдельно. А вот эти, которые все разные, и мы их будем досаживать в теплицу. Потому что в теплице, по идее, там должно быть именно ровно под всю коллекцию места. Наверное. Не знаю. Сейчас проверим. Сейчас узнаем точно. Итак, вот такая у нас красивая теплица. Набор для выращивания растений теплицы. Здесь у нас изображена вот такая вот коллекция. Да, 16. То есть всего в коллекции 16, и тут 16 горшочков. Есть лопаточка, есть набор стикеров. На самом деле очень и очень интересно. Давайте откроем. Открываем теплицу. Вау, ну тут уже, слушай, все готово. Это получается набор с вот этими торфяными горшочками и с емкостью, то есть землей. То есть надо будет залить, и все готово. Также тут есть лопаточки вот эти, чтобы землю трамбовать. И резиночки. Слушай, как много резиночек. Вот для чего резиночки? Ой, как они все запаковали капитально. Да, вот это, наверное, какие-то переходные части. Не знаю. Это она большая резина. Так, тут у нас есть эта крыша. Вот. Ну, как в прошлой акции, только, мне кажется, стало получше. Смотрите, ободок такой стильный появился. Выглядит просто шикарно. Так, ободок. Так, это стена левая-правая. Так, это верх. То есть ободок. Это низ. Вот куда мы как раз... Грудь, смотрите, написано. Тут написано грудь. Это низ, вот сюда мы будем вставлять все. И вот схема. По схеме я все соберу, скорее всего, в ускоренной съемке. А схему сборки, вот если кто потеряет, сможете сделать скриншот. Вот. И запомнить, как она собирается. Ну, там обычно легко все собирается. И наклейки. Вау! Вот ради их наклеек можно купить. Это же официальный мерч. Это официальный мерч Грута. Вы посмотрите, как круто смотрится. Здесь у нас и лента. Не лукавь. Держи веточку. Поспели вовремя. Все по грядочкам. Насалатимся. Все теплично. Я люблю Грута. Кассеты. Но я предлагаю на теплицу все наклейки не вешать. Потому что потом плохо видно, как растут растения. Нужно именно, ну, по чуть-чуть. То есть там спереди одну, сзади одну, там сбоку, слева, справа. И все. Не все прям повесить. Дай, Мила. Надо так-так лечь, чтобы было видно и чтобы не загораживать цвет или цветов. Итак, начинаем нашу сборку. Итак, ребяточки. А у меня все готово. Ну, конечно же, ребенок. Ребенку будет тяжело собрать теплицу самому. То есть это именно для занятия с родителями. Я по минимуму наклеил наклейки. Потому что, мне кажется, теплица должна быть больше прозрачная. Поэтому наклейки не будут мешать прохождению света. Вот. И все. Осталось нам только посадить семена. И все будет готово. Давайте мы, наверное, сейчас этим и займемся. Итак, начинаем посадку. Для... Как-то Валя-то говорила, нужно поливать просто их, да, таблетки эти? Да, чуть поливать, значит, надо разбухать. А у Валюши, говорит, надо чуть поливать. Давайте затестим. А как мы посадим? Ну, это надо прям ведро какое-то. Ща, зальем все остальное. Так, у нас 9 штук. И втыкать, как в рекламе, как советует производитель, бумажки мы не будем, потому что мы в прошлый раз выращивали. Да, они начали выращивать. Да, что лучше просто семена туда кинуть. А мы их подпишем сначала, ну, бумажки оставим там. А потом я их выну и просто нарисую схему огорода. Вот как это делают, ну, садовники. То есть обычно все, кто сажает растения, они просто рисуют схему. То есть там слева, в правом и в левом углу у меня там морковка и пошло-поехало. Я точно так же и сделаю. Да, теплица сделана в Домодедово, если кому интересно. Да, нужна побольше нам лейка. Валюша дала мне супер офигенную бутылку. Так, раз, два, три, четыре. А, ну нам эти залить. Да, я думаю, вот так заливаю и все. И вот это последнее. Не, вот это. Да ладно, выпарится. Так, и теперь беру палочку, да, и ковыряю. Нет, что-то они очень твердые, слушайте. А ты здесь еще. Идут сюда, Борь. Еще. Да. Умила, что на меня? Хе-хе-хе-хе. Я еще стал проталкивать и пробил дно им, я заметил. И вода потекла туда все, вниз. Нехвы. Садовники. Угу. Ну что, сколько нас ждать? Ну, неделю? Минут пять, подожди. Так, ладно, пока у нас там таблетки пропитываются, я вам покажу вот Валюшин набор, который она выбрала в ленте. Сейчас я подготовлю, Денис. Слушай, а что это такое? Это дно. Ну, прикольно сделано, с дырочкой, да, чтобы лишняя влага уходила, все как надо. И там шесть стаканчиков, то есть стаканчики ставятся у нас вот так. Хоп-хоп-хоп, да, эти стаканчики достаточно большие, сюда надо выбрать именно растения, которые будут расти, да, большие. Давайте так, давайте я сразу, вот это мы поставим в теплицу, а вот эти мы сейчас выберем, получается, шесть штучек сюда. Давайте выбирать с вами, какие растения имеют корневую систему самую мощную. Так, горчица? Нет, это салат. Баклажан, да, или нет? Баклажан. Наверное, баклажан сюда лучше, да. Потом рукола. Рукола нет, морковь точно имеет большой корень. Так, капуста брюссельская, по-моему, у нее большой корень, да? У капусты у всех, по-моему, большой. Да, три. Минзуна, кориандр, клевер. Ну, клевер давай сюда посадим, просто интересно. Нет, клевер лучше здесь будет расти красиво, да. Мизуна японская, что же капуста? Подожди. Четыре. Давай возьмем из первой ленты. Нет, у меня есть полно еще других. Да, мы выращиваем сейчас такую ленту. Рукола, горчица, кориандр, кориандр. Даже не знаю, давайте рукулу сюда. Раз, два, три, четыре, пять, еще одну. Ну и салат, вот, листовой. Вот, все. Вот те шесть у нас будут расти вот здесь, а три будут расти вот здесь. Как раз будет хорошо видно в панно. Вот, а если что, мы в панно потом еще подсадим. Давайте теперь открывать панно и смотреть, куда мы посадим клевер, кориандр и горчицу. Щип, открываю. Достаем панно. Ой, панно выглядит очень стильно. Вот это я советую прям всем купить. Представляете, все это дело вот так повесить. Ага. Вот чуть-чуть уже питались, чуть-чуть они не сделали. Смотрите, здесь у нас в наборе идет уже готовая земля. Надеюсь, сорняков там никаких не будет. А где сделано панно? Давайте сразу посмотрим. Московская Олласть, а, в Домодедово. Там же, получается, где теплица. То есть, все делается в Домодедово. И здесь есть вот такая штучка. Это, наверное, чтобы наше панно крутилось в разные стороны. Я не знаю, как это. Это типа кнопка просто. То есть, типа, ты ее можешь снять, одеть. Это типа специальная штука, которую ты должен вкрутить стену и на него вешать панно. То есть, потом просто берешь вот так и вешаешь, поняли? Ну, я бы вот эту штуку, конечно, я не забивал. Это если у вас деревянные какие-то стены, тогда да. То есть, да, если у вас деревянная стена... Ну, давайте тогда мы на шкаф тоже повесим, да? Надо где деревянная стена. Видите? Или же можно просто шуруп закрутить в стену и на него вешать. То есть, все делается элементарно просто. Вообще. Ну, так он будет кататься сейчас. А ты, видишь, на кухне, где висит, салат растет, и ты там взял, добавил. А он, может, на кухню продакуем? Я тебе говорю, давай на кухню, я там светло управляю. Ну, да. Давайте землю сразу засыпать сюда. Поможете? Да, Валюша, открывай. Я буду вот так держать рукой, и Валюша сейчас засыпет. Вот у меня руки большие. Что? Валю? Валюша слабенькие пальчики. А, уже все? Очень прям... Ну, слушай, да. Слушай, да, легче сделать вот так. Что-то не то, а тут. Опа. Так, давай, я закрываю. Не особо удобно засыпать, конечно. Угу. Вот оно началось. Не, ну я держу. Там ничего у меня не выпадет. Ну, что ты думаешь, и все засыпать? Ну, что, полное было? Ну-ка, стрихни. Ну, конечно, все. Да, все засыпаем. Мне кажется, тут земля рассчитана именно, как должно быть. Ой, она такая, получается, прям это... Мя-мя-мя, как и пачкаешь панно. Пан, я пачкал. Ну, ты все испачкал, смотри. Сейчас мы еще придем, сейчас мы всегда... Так, давай поливай сразу. Валь, где твоя поливалка? Я хочу полить тоже. Да, давай, заливайте воду. Блин, надо было сначала не повесить. Да не за что. Чтобы потом стену мыть. Так, все. Ну и теперь, это самое, давай семена. Давайте, отшкрябывайте семена. Слева, посередине, только запомните, что у нас слева. А, ну ты воткни в нее. То есть, высыпи семена. Это в центре, да, ты решила? Вон палочкой, палочкой возьми. Да, все уже. Я привычно все. Так, Валюша засыпала. Так, посередине горчица салатная. Ну, воткни. Сейчас. К стенке. Так, здесь у меня будет кориандр. Так, кориандр справа. А, мы потом видео посмотрим и запомним. Гориандр справа, слева что у нас? Клеер. Клеер. Да, отрывать от бумажки их тяжело. Вообще, да, задумка интересная. Ну, просто мы выращивали с бумажками, и у нас на бумажке появлялась эта, ну, потница, вот эта паутинка. То есть, ну, она намокала. То ли мы что-то неправильно делали. Короче, мы решили без бумажек. А теперь просто, да, вот так, да, сбоку, с по стеночке. Хопа. Потом мы их вынимем. Я, опять же, эту карту огорода нарисую. Еще. О, смотрите, как у нас круто получилось. Красота, красота. Так, теперь я на корме поставлю, чтобы она не укатилась. Ладно, мы ее поставим на батарею. Вообще, у нас дома влажность маленькая. Так, ну все, ладно, достаточно. Я думаю, там лишняя влажность, она уйдет в этот, в торфяные штучки. Так, теперь что мы делаем? Мы берем и делаем ямочку в каждой. Чик, чик, чик. Не, слушай, она как бетон. Это просто невыносимо. Земля получилась как бетон. А всегда такая земля. Давайте мы сделаем так. Я сейчас посажу сюда семена, а Валюшу сверху потом просто земли ложечку положит и все. Вот так будет лучше всего. Погнали. Рукколы. Рукколы у нас будет вот тут. Ну давай, мне просто надо землю насыпать ведь. Так, рукколы у нас будет вот тут. Чик, твои рукколы. Дальше у нас салат листовой. Итак, я посадил нашу теплицу полностью. Вот. Теперь сейчас я нарисую схему огорода. Мы еще сверху земли подкинем ложечкой, да? Просто ложечку земли. У нас земля есть, да? И все, и будем выращивать. А у нас все готово. Вообще моментально все сделал. Вот здесь я пометил то, что грудь спереди. В схеме это дело отразил. Вот видите, грудь слева спереди, чтобы не перепутать. То есть бумажки я все вынул, чтобы там ничего, ну никакой конденсат на них не образовался. Здесь вот подписал перед. Вот здесь Валюша тоже подписала. Все. И вот схема изображена. То есть вот запоминайте, вот эта схема морковь в левом верхнем углу. Вот это горшки так выглядят. Вот это у нас здесь теплица, руккола в левом верхнем углу. Вон там у нас руккола в левом верхнем углу. Если будет много лайков, ребят, то сниму продолжение. Покажу, как у меня растут растения, если они вообще вырастут. Ну и, конечно же, панно настенное. Клевер у нас слева. Сейчас вам покажу, я его на кухне повесил. И вот у нас интерьер кухни. Смотрите, как все вписалось идеально. Ну, вот тут у нас календарик с нашими фотографиями. А здесь у нас вот оно, панно. Стильно смотрится. Единственное, что у меня бетонные стены, поэтому я на саморезах прикрутил стену. Ну, на дюбель там со всеми делами, видите. То есть на гвоздик у меня не получилось. Если у вас дерево, то вы можете на гвоздик повесить. Будем ждать, что здесь вырастет. Так, ну все. Ну, по традиции лентовские майки, они мне большие. То есть маленькие. Это 54-й, самый большой у них размер 54-й. У меня 58-й. Вот она мне, конечно, маловато. Не знаю, смогу ли я похудеть до 54-го. По-моему, у меня такого никогда не было. Но в любом случае у меня есть брат, который 54-го размера. Вообще все ленты с кема. В футболке отдаем брату. Да, да. Смотрите, как хоп-хоп-хоп. Но если вы XL, то вам подойдет. Если вы больше, чем XL, я больше, чем XL. Поэтому мне не подходит. Слушайте, а худи оказалось оверсайз. Да? Вообще офигенная. Она, знаете, в ледниковом периоде ленты, они были очень теплые. Это такие, знаете, ну прям такая весна. Весенняя коллекция. Мне нравится. Да и рисунок. Она у меня стройнит за счет черного цвета. Мне подошло. То есть она такая, ну, чуть-чуть большемерит. То есть вот. Мне, конечно, хотелось бы, чтобы она побольше была. Но, в целом, ходить можно. Тем более, если скинуть еще там парочку килограмм. О, нормально? Вообще. Я Тони Старк. А сейчас вам покажем Милану. Итак, ну Милану мы взяли чуть-чуть на размер побольше. Да? Поверни-ка, Милан. Слушай, прикольно. Мне нравится, что шорты как юбка сделаны, да? Типа вообще классные. Пижама для девочек класс. Вы посмотрите, тут все-все-все персонажи. Повернись, Милан. Красота. А вот мы с вами и на сайте лента. Вот, заходим. Акция «Вырасти с лентой 2». С 5 апреля по 25 мая 2022 года «Вырасти с лентой». Получи стики с семенами и лимитированными упаковками вдохновленной вселенной Марвел. Вот, видите, тут груд. Получи стики с семенами. Купи мини-теплицу и панно. Найди редкий мини-подсолнух. Составь космический лук. Получи стики с семенами за каждые 1500 рублей в чеке в гипермаркете. Лента и Лента онлайн. А за 600 рублей в чеке в супермаркет Лента, мини-Лента и в сети магазинов «Семья». Вот про то, что я вам говорил. То, что если магазин маленький, то там, как бы, более выгодные условия получения. А в большом гипермаркете, видите, уже побольше. Также за покупку товаров партнеров. Можно товары партнеры получать и получать, и так далее. Максимально 6 стиков с семенами в одном чеке, кстати, имейте в виду. То есть, если вы сделаете очень большую покупку, к примеру, там, на 30 тысяч рублей, то вам не дадут очень много стиков. Максимум 6. Но стики можно покупать отдельно. Два стика с семенами. Один из 16 видов растений. Вот тут написано. Гру член команды «Стражи Галактики». И все про него. И вот вся коллекция. Смотрите. Мини-подсолнуха у меня нету. Краснокочанной капусты у нас нету. Это нам выпало. Базилик нам выпало, я не помню. По-моему, нет. Нет. Руккола выпала. Горчица салатная выпала. Салат листовый выпал. Клевер выпал. Кориандр выпал. Флокса нету. Астры нету. И мизуна японская у нас есть. Астры прикольно было бы, да? Она что-то как цветок вырастет. А ее есть нельзя же, да, по-моему? Смотрите. Тут еще можно почитать о растении. То есть в Чехии цветок называется «Осенней розой». Всего в мире существует около 500 видов астр. И так далее. Здесь можно про все растения посмотреть. Баклажан есть. Шпината у нас нету. Но я бы его хотел, потому что шпинат даже как микрозелень. То есть чисто листочки срывать очень вкусно. Крес-салат у нас тоже нету. Морковь есть. А, ну и все. И пошло по кругу. Здесь вот можете почитать про все растения. Так. Есть все для выращивания. Настенное панно. Видите, вот у мамы в руке. И теплица вот у девочки с мальчиком. Теплица стоит 399. Типа оно стоит 399. Вроде как и неплохо для, ну для такого декора. Для домашнего. Кокосовый субтракт оказывается в теплице. 16 ячеек для выращивания. Лопатка. Крутой стикер-пак. Стикер-пак реально крутой. Вот здесь можно на него посмотреть. Смотрите. Вот все наклейки из коллекции. Так, грунт для выращивания есть. Тут все есть. Награды для увлеченных садоводов. Получишь шанс выиграть призы за редкие стики с мини-подсолнухами. Вот, если вы найдете мини-подсолнух, то там будет код в упаковке. Этот код нужно зарегистрировать на сайте вот здесь. И тогда вы будете участником розыгрышев очков виртуальной реальности 7 штук. Или смартфоны 4 штуки. Или игровая приставка 10 штук. Вперед за призами. Ищи промокод в упаковке с именами мини-подсолнуха и так далее. Регистрируй. Вот тут написано, типа, ваша карта. Не забывайте, что нужно обязательно пользоваться картой. То есть, нужно или виртуальной картой, карта номер 1. Или же, ну, просто получить в магазине на стойке информации и оформить себе карту. То есть, карта нужна, видите, для участия в конкурсе и так далее. Без карты, по-моему, даже не дадут вам подсолнух. Еще больше стиков с именами. Покупать товары партнера с 14. Вот, вот. Это у нас, смотрите, все товары спонсоры. Тут какая-то морская капуста, сосисочки, пава-пава. Вот, и сырочек есть, и йогуртики, и кофе, и пельмени. До товаров спонсоров полно. Вот здесь на сайте вы выбираете именно свой магазин и можете посмотреть, вот, например, пельмени. За какие пельмени? Очень удобный поиск. Кстати, вот никто, кроме ленты, так не делает. Вот, к примеру, я не хочу покупать то, что мне не надо. Вот хочу сыр себе домой. Хопа, вот эти сыры и покупай, и стики получай с именами. Молочная продукция, хопаньки. Очень удобно. Выглядишь круто. Выглядишь круто. Коллекция одежды Грутом и его команды для свежих образов. Вот, смотрите, это у нас футболка для мальчиков. Здесь у нас топ для девочек. Вот такой у Миланы. Вот майка, которую я вам показывал. Вот тут всякие шортики, труселя. Да, большой выбор. Есть и трусики, и вот всякие там эти, и штаны. Брюки для девочек. Брюки для мальчиков. Игрушки даже есть. Вау. Да, вот эти игрушки я видел. Смотрите, есть и Лего Марвел. И персонажи Марвел. И значки Марвел. Канцелярия. Даже канцелярские товары есть. Вот это и не видел. Смотрите, там наклеечки и все такое. Можно посмотреть всю коллекцию сразу в магазине. То есть сейчас откроется сайт магазина. Пускай он пока открывается. Здесь можно посмотреть видео. Давайте без звука посмотрим видео, как всегда. Вот парень пошел, увидел Грута. У нас такой же Грут есть. Вот так, видите, как они сажают. То есть они берут, провтыкают в землю. Но мне кажется, лучше все-таки делать, как мы. То есть как мы, так у вас точно вырастет. Ну, смотрите, у него подсолнух вырос. Круто. Так, найди ленту. Ну и выбирайте, где ваша лента находится. Акция, класс. Ссылочка в описании. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. С вами был Закупыч. Всем пока, до новых встреч.